Мы сейчас будем понимать, как очень важный вопрос, очень трудный вопрос. Почему трудный? Потому что очень много мнений, очень много предложений, очень много конфликтных ситуаций. Я бы вам поселил, чтобы мы сейчас сами не устраивались никаких батарей, отчетков, чтобы мы приняли ответственное решение, тем более, что в дальнейшем данная сессия успевает в той сроке, в которой определили законы, до 21 ноября. Это компетенция органов местного самоуправления, Советов. После 21 декабря это будет компетенция городского уголовника. Поэтому я просил вас, чтобы мы не ломали кнопки, а наоборот конструктивно подготовили. Теперь, помимо, я сразу забегаю вперед, помимо записавшихся от депутатского корпуса, у нас есть записавшиеся от общественности. Я хочу сразу объяснить людям, которые подают свои записки, чтобы они получили право голоса на сессии Пайковского городского совета только с разрешением голосования городского совета. Почему? Потому что здесь представители территориальной громады городского совета. Вот через них вы работаете. Но если депутатский корпус поддерживает вашу просьбу, предоставит вам слово, значит, мы проголосуем, если такое будет предоставлено слово. До трех минут у вас будет позволено. Поэтому переходим к рассмотрению угроза, докладывая Тегорь Александрович Тимов. Первый заместитель кайка срока услугового. Уважаемый Геннадий Адольфович, уважаемые депутаты, уважаемые гостерчане, присутствующие. 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды и символики, в котором определено, что объекты-каконимики, связанные с именами участников становления советской власти и деятелей коммунистической партии, должны быть переименованы. На основании распоряжения Тайковского городского головы от 2 июня 2015 года номер 64 была создана рабочая группа по вопросам декоммунизации для имплементации норм данного закона. В рабочую группу вошли представители исполнительного комитета Тайковского городского совета, ректора ведущих Тайковских вузов, такие как Владимир Николаевич Бабайев, Тайковский национальный университет городского хозяйства им. Пикетова, Вильсапанович Бакиров, ректор Харьковского университета им. Каразина, Василий Акаристацын, национальный юридический университет им. Ярослава Волыгрова, Юрий Михайлович Кадовский, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Также вошли выдающиеся харьковские ученые, историки, представители общественных организаций и депутатского корпуса. Харьковским городским советом на официальном сайте был организован опрос населения по возможным вариантам переименования улиц. В адрес рабочей группы поступило более 2000 предложений по вариантам названия. На сегодняшний день определены 173 улицы и переулка, 1 станция метрополитена, 4 парка и сквера, название которых в соответствии с законом подлежит замене. Принимая во внимание все поступившие предложения, мы максимально ушли от переименования в честь политических деятелей. Почти 50 харьковским улицам предлагается вернуть первоначальные названия, либо названия долгое время использовавшихся в прошлом. Так, предлагается возвратить названия улиц Благовещенская, Рождественская, Девичь, Куликовская, Шатиновская, Воскресенская и другие. Конечно же мы увековечили в названиях улиц великих людей, таких как Алчевский и Багови. 12 улицам и переулкам предлагается присвоить имена выдающихся актеров и деятелей сцены. Среди них улицы в честь Леса Сердюка, Агрозия Гучма, создавшие неповторимые образы как на сцене, так и в бронзе в качестве фигур литературных образов из произведения Тараса Шевченко на постаменте вокруг фигуры великого царя на нашем знаменитом памятнице. Также на карте города появятся имена Леонида Быкова, Марка Бернеса, Людмилы Гучи. Среди представителей творческой интеллигенции кайфа отдельное место всегда занимали художники. Их имена из разных типов и направлений тоже займут достойное место в топонимике в Харькове. Петр Левчин, Михаил Бергбергов, Борис Косовик, Михаил Грубин и многие-многие другие. Харьковскую медицинскую школу представят названия улиц Михаил Зелин, Тихон Юдин, Иван Лазаревич, Семен Эрлик, Любовь Малая, Александр Шалимов. Сфера гуманитарных наук в объектах топонимики, дополнительный риск, академик Владимир Гордон, историк Дмитрий Милен, филолог и этнограф Измаил Срезенский, один из основателей Харьковских университетов Северин Патонский, ректор университета, писатель и переводчик Федор Влад-Артеновский, философ Тимогей Осиповский. Безусловно, Харьков по праву гордится представителями точных и прикладных наук. Имена академиков-физиков Дмитрия Волкова и Виктора Иванова, машиностроителей академиков Анатолия Подгорного и профессора Михаила Семко, инженеров-механиков и технологов профессора Виктора Кирпичева и Петра Мухачева, а также конструкторов самолетов Константина Калинина обретут свою прописку на улицах нашего города. С Харьковом также связаны имена великих зодчиков, академиков архитектуры Петра Алешина и Алексея Душкина, фамилии которых предлагается назвать улицу нашим городом. Особой гордостью нашего города являются Нобелевские лауреаты. С целью выкалечения их памяти, один из главных проспектов города предлагается переменать проспект Льва-Ландау, а одну из улиц назвать именем Семена Кузнеца. Ряд улиц будет посвящен широким побратимским связям нашего города с зарубежными городами-партнерами, среди которых Варна, Кутаиси, Каумас. Харьков гордится своей богатой историей, но в то же время бурные и трагические события последнего времени обязывают нас воздать дань памяти нашим современникам. По инициативе Харьковской областной государственной администрации площадь Руднева предлагается переменовать площадь Героев Небесной Сонны. Еще одну улицу предлагается назвать в честь Харьковчана генерал-майора Игоря Момата, который погиб при проведении антитеррористической операции. В данном проектном решении также предлагается изменить название ряда скверов и парков. Так, сквер десятилетия Коммунистического союза молодежи Украины будет переименован Укарякин Сан. Парк Валича в Новом Баварске, парк культуры и отдыха имени Артема, парк машиностроителей, сквер имени Советской Украины в Тракторзаводский сквер. Уважаемые депутаты, несмотря на то, что данным законом в процессе принятия решения общественные слушания не предусмотрены, но по нашей инициативе с целью более детального обсуждения переименования объектов топонемики во всех районах города Харькова были проверены общественные слушания. Однако, вынужден констатировать, что из-за неконструктивного подхода раликально настроенных групп людей нам не удалось провести городские общественные слушания, несмотря на то, что мы предприняли две попытки их проведения. Хочу отметить, что подавляющее большинство харьковчан негативно относятся к переименованиям объектов топонемики. С целью предотвращения для жителей Хайлов и субъектов предпринимательства, наших бюджетных и коммунальных предприятий, негативных последствий принятия закона, в нашем решении предусмотрена правовая норма относительно того, что правоостанавливающие документы, техническая документация на земельные участки и недвижимое имущество, тендерная документация, договора, паспорта и другие документы, которые содержат в себе название переименованных этим решением объектов топонемики города Харькова, являются действующими с учетом требования законодательства. Кроме этого, в связи с переименованием объектов топонемики не требуется предпринимать каких-либо действий, связанных с получением субсидий, пенсий, прочих пособий и выкур. Харьковским городским советом в проекте бюджета 2016 года будут предусмотрены все финансовые расходы, связанные с реализацией этого решения. Уважаемые депутаты, все переименования прошли тщательную проработку с нашими учеными, историками, архитекторами и были поддержаны капономической комиссией. Прошу вас поддержать проект решения. Спасибо. Какие же вопросы, товарищи? Давайте, не торопитесь, хорошо? Пожалуйста, червяк, нажмите кнопочку. Нажмите и отпустите. Что мы говорим, Александр Иванович? Есть такие вопросы. В том, что переименование – это доброе, но этот закон также предпочитает 6-месячный срок для органов местного самовряда, для принятия решения о демонтаже символов, памятников, памятных знаков и так далее. Скажите, пожалуйста, как с этим обстоят справы и почему на сегодняшний час не имеет никакого проекта решения Харьковской юридической рады с этого вопроса на диагноз? То, что касается соответствующих памятников, они были определенные. Есть соответствующее решение исполнительного комитета Харьковского городского совета по соответствующему демонтажу, в соответствии с компетенцией закона, по соответствующему демонтажу того, что вы сказали. Понятный ответ, что эта компетенция исполнительного комитета Харьковского городского совета и на исполнении Харьковского городского совета был уверена на решение. Поэтому, как пример, вот здесь, вы знаете, что Хайкова имеет два порта. Эти ордена были на фасаде Хайковского расположения. С учетом цифровой декоммунизации, они были сняты и положены на хрена. Сняли ордена с обвода имени Малыша и так далее. У каждого предприятия есть свои традиции, история и так далее. Поэтому, то, что касается вашего вопроса, вы их четко поймите. Есть компетенция местных советов, есть компетенция стандартных городов, есть компетенция городских долгов. Поэтому, если ответ понятен, идем дальше. Понятно. У кого есть еще вопросы? Значит, Игорь Александрович, у меня есть вопрос. Мы почитали список. Вот, например, есть одно название, названа улица, переулок и бульвар. Конкретно. Ну, именем какого-то города, по-моему, грузинецкого. Ну, вот у нас... Кутэйси. Кутэйси, да? Ну, вот, например, у нас есть на земля Илья Репин, который знает весь мир. Почему историки вот такие фамилии не получают? И можно ли это? Сейчас. Значит, то, что касается улицы Кутэйси, да? Вы знаете, что у нас город Попробинку, то есть, но дело не так. Дело все в том, что они расположены близко, и с целью удобства, удобства для людей, для жителей, мы вместе так и назвали. А то, что касается Репина, по-моему, мы назвали. У нас в Октябрьском районе, мне кажется, мы проявились в России, пожалуйста. В Октябрьском районе есть улица Репина, еще раз до революционных времен, дальше на поселке. И она, ну, она вывала, и, то есть, абсолютно вывается, то есть, насколько, именно веков... Все, все, поднято. Пожалуйста. Доброго дня, шановые предприятия. Дозвольте мне таке питание. Еще, как я раз говорю, не все улицы отримали переименование, и еще будет этот процесс продолжений, так? То, что касается вашего вопроса, я вчера докладывал на комиссии, скажу сейчас, значит, есть 173 улицы, которые подлежат безусловному переименованию, они выносятся сегодня в сессионный замок. Есть список из 75 улиц, по которым есть двойное трактование по СССР, они не попадают под прямую норму действия закона. Поэтому мы обратились с соответствующими письмами в юридическую академию, для того, чтобы они нам разъяснили и дали четкий ответ, насколько попадают или не попадают эти улицы под действия данного закона. Продолжение следует... Железнепол, 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 Изотов, Армегидий, Калининградского, Калининградский пробудок, Киквинцы, это только, наверное, Киквинцы пробудок, Глобцово, Корчалец, Коктого, Котовского, 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 Красина, Краснодонский, 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 Креслерового, 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 Кубасового, Минальенко, Потапенко, Братовское, Пролетарское, 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 Пролетарское... Соберия косморплодов Сарнахомовская, Рома социалистической, Древелёва, 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 Дегуро Цетиньбово, Денинбовский пневмопровод, Денинбовский, Даруково, Денинбовский пневмопровод и Черняково. Эти улицы, это действующие улицы, в которые мы направили запрос и просьбу, чтобы нам дали юридическое заключение. Сейчас буду. Поэтому все улицы, проспекты, площади, которые требуют однозначно переименования, кроме, я подчеркиваю, района города Хайфово, которые тоже подлежат переименованию, некоторые, я подчеркиваю, некоторые, это будет решение принято позже и принято при, как я сказал, всем разным временем, один раз. Пожалуйста. Я прошу вас, чтобы вы потратили данное обращение к просьбу. Есть ли? Передайте рабочая группа, которую я создал сразу после опубликования закона, то есть в времени месяца, а 21 мая был закон опубликован, потому что 21 мая был закон опубликован, и у нас граничный срок, 21 ноября, полгода, дается местным советом на переименование. Поэтому, пожалуйста, рабочая группа продолжает опубликован. И вы передайте, пожалуйста, свою пропозицию, а в дальнейшем, это не обязательно, чтобы вы в этом контексте переименовывали и дали 92-й преграде какое-то наменование в улице. А у нас есть присоединенные территории, у нас есть еще много чего-то построено, и я думаю, что мы обратили внимание на вашу сторону. Какие еще есть вопросы? Нет вопросов? Пожалуйста, Игорь Александрович, вы присядьте. Игорь Александрович, у нас есть записавшица. Значит, червяк и Игорь Александрович. Пожалуйста. Игорь Александрович, он. Игорь Александрович, он. Продолжение следует... 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 Продолжим. У нас есть записавшийся Мусеев Максим Сергеевич, а потом мы проголосуем за достижительную общественность из двоих, от Жаннуськова и, пожалуйста, Максим Сергеевич. Продолжение следует. 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 от Игоря Лятова и от Сергеевича Владимира Ильяновича. Значит, так, чтобы вы четко понимали, мы проголосуем. И я тоже буду просить депутатов, как мы сегодня будем с водосудовывать, что мы можем между собой договориться, кто будет выступать. Вы же не здравствуйте, так сказать, движение, вы создадовое движение. Поэтому, пожалуйста, кто будет выступать? И кто? Лябов? Сидевич. Что? Сидевич. А Сидевич и Лябов тоже. Сидевич, мы сейчас проголосуем, да, пожалуйста, проголосуем за то, чтобы дать слово 3 минуты Сидевичу Владимиру Ильичу. Добрый день. Я хотел бы сказать некоторые вещи, которые связаны с переименованием. В частности, меня и любви организаций, с которыми мы сотрудничали, интересуют вопрос о переименовании проспекта Ленина. Дело в том, что Харкосской обвинительной группы было предложено переименовать проспект Ленина, проспект Научный. Это логично верно. То есть, на этом проспекте находится одно обузу. Он, собственно, начинается от университета Каразина, да, и заканчивается там в районе Сиди-Конистских температур. То есть, он действительно оптендует на межпознание. Но, что хотелось бы сказать по этому поводу. Это как бы, ну, на физическом уровне, вот, понятно, что это логично понятно. Мы и много организаций, здесь есть документ, в котором собраны в опыте более 20 организаций завода Харкосской обвинения, предлагают переименовать проспект Ленина, проспект Соборности. Хочу несколько слов сказать, почему именно Соборность. И дело в том, что он начинается географически от площади Свободы, да, и сейчас там установлена и будет установлена Божья Матеря. Сейчас там будет Харикона, в дальнейшем будет установлена Божья Матеря. И заканчивается храмом всего тысячи летия Рождества Христова. То есть, смотрите, здесь как сакральный смысл есть в переименовании проспект Соборности, то, что он соединяет те времена, когда живет Христос, и сегодняшний день, там будет предыдущий лет с момента Рождества Христова. Вот, под этой, ну, ТЦЕ и пропозицию проголосовали люди, которые собирались на громадских слуханиях, которые были, соответственно, проедены два раза, как и в Украине. И это решение было поддержано, о чем есть соответствующие документы, и они были поданы на рассмотрение ВОЦ-совета. И есть ряд организаций. Это, например, тоже был входом на рассмотрение ВОЦ-совета. И, соответственно, общественность выдвигает такие требования, чтобы переименовать молодых Ленина в проспект Соборности. Спасибо. Так, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, мы сейчас будем в голосовании. Я также хочу выступить и сказать следующее. Первое, значит, ссылка на закон географичной нации. Статья 5. Мы поговорим о том абзаце, которое прозвучало, что присвоено одни и две риждансовые требования одновидным географичным объектам, умножим одного населевого пункта, а по районам для репутска. Как это так будет? Как будет, что не может быть, к примеру, две площади и не бестный суд? Не может быть там два проспекта, к примеру, еще поставлены, две недели и так далее, и так далее. Поэтому ссылки на закон это хорошо, но трактовать закон не мы будем, а будут специалисты. Теперь, то, что касается последнего выступающего, наверное, вас не проинформировали. Проспект именно предлагается переименовать проспект науки. Не научный, а проспект науки. Чтобы по-украински и по-русски звучало одинаково. Науки и науки. Поэтому, то, что касается вашего предложения от общественности, у нас много предложений от общественности, которые могут перекрывать ваши предложения. Поэтому, если у вас есть предложение, чтобы в городе Хайкер появилась улица Соборность, или проспект Соборность, будем смотреть. В том числе, передавайте, пожалуйста, свои просьбы или предложения в рабочую группу. Будем смотреть и находить здесь по нему. То, что касается, значит, общественных слушаний. Я не согласен с выступающим представителем самопомощи, которые устроили в том числе такой, знаете, партак на проведение общественных слушаний, потому что они считают, что они будут так себе вести несколько людей, которые пришли в этот зал. А это было на концертном зале Украина. Кстати, чтобы вы знали, это коммунальная форма собственности. Мы ее вернули из частной формы собственности, которая, когда была в Санкт-Петербурге Чавакова, она нечаянно оказалась у него. В собственности мы выиграли суды, и заходили этот концерт коммунальный шум. Теперь это место для молодежи. Вот раз теперь голосовая, там комиссию, вот он не знает, что это место для того, что мы там проводили разные мероприятия, встречи и так далее. Поэтому и был обозначен на концертном зале Украины для проведения учебных учебных слушаний в курсе района. Почему их не проведет? Да потому что просто-напросто активисты решили поломать конструкцию проведения и выслушать общественные слушания, и выслушать все стороны, все стороны. Я считаю, что мы должны четко руководствоваться первым законам и, конечно, такими общечеловеческими правилами отношений между людьми. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы понимали друг друга и те ответственные, кто вперед на себя ответственность принимают решение, сейчас депутаты на разговоре будут голосовать за это, то если большинство проголосует за это, я просил, чтобы мы говорили о том, что мы ничего не сделали противозакону. Так распорядились на сегодня жители Харькового горожая, передав своим правом представительского, значит, мантатора Харьковский городской совет живем в политическом парке. Наш край соединен в группе Тарашевка, самопомощь и ведро. Вот мы здесь будем с вами принимать вам решения. Теперь, то, что касается, к примеру, исследований. Вот смотрите, мы, это же не мы проводим этими пабликами, то есть сайтами, там, где люди на форумах обсуждают, где или иные вопросы. Вот, к примеру, в группе типичных Харьков пользователь предлагает несколько вариантов переименования районов, из которых люди выбирают подравшимся. Во Фрунзенском районе проголосовало 4800 человек. Это больше, чем было в терминоконцердном зале Украины в три раза, в два раза. Люди 70% проголосовываются за то, чтобы район остался отручен. Значит, то, что касается Арджиенетисовского района, я сразу хочу сказать, что на единополе этого района будет индустриак. Чтобы мы не поняли на пункт до утра, почему индустриак? Потому что так сложилась география Харькова и история Харькова, что это индустриак. То, что касается Денинского района, тоже, значит, было исследовано. И Денинский район предлагается называть Олодногорским. То, что касается Зержинского района, проголосовало тоже 4800 за Зержинский район. 61% хотят, чтобы название осталось прежде. Старо. 22% выступает название Шевченковской. 16,6% за университет. С одной стороны, вроде бы, Шевченский район сосредоточивает на территории Горького района, но очень много университетов, высших учебных заведений. Но вы видите, какая идет сегодня тенденция голосования. То, что касается Октябрьского района, тоже Октябрьский район хотят поставить 61,1% голосующих. За Халатоморский, тоже, как вы, фундировали, 24%, за Баварский, 15%. Это вам для информации, это вам не тому, что это угрозитет действие, а для информации. Поэтому я считаю, что трудное решение и трудное решение сделать. И поэтому, то, что касается районов, мы сегодня принимать не будем. Районы будут приняты распоряжением Халатского городского головы после того, как я изучу данный вопрос. В том числе, я просил, чтобы вы четко знали, я ознакомлю и объявлю данный, когда я приму это решение. То есть это не будет, к примеру, решение принято послезавтра и вы про него знаете. То есть все четко узнают, об этом решили. Поэтому у нас больше нету ступающих. Есть? Пожалуйста. Моника, уточнили, я не рада, что только что пришло сообщение до жителей моего округа в Московском районе. У нас есть бывший перебывок кассивора, а сейчас он становится проездом, но он тупиковый. Может, это не совсем правильно, нелогично, что он проезд. Давайте, давайте так, с учетом вашей поправки, с учетом вашей поправки, мы ознакомимся, если надо, я буду Вы еще пожалуйста, пожалуйста. Пока не говорите, что надо уменьшиться назвать на сайте. Хотелось бы Уважаемые коллеги, хочу отметить следующее. В плане незаконно-водной коммунизации у нас почему-то превращается в околополитические игрища и попытки создания гипотекарды до или иной силы. Наша фракция поддерживает предложенные варианты по переименованию улиц, так как профессиональные службы занимались этим вопросом. Что касается районов, то непосредственно громадский сеть должна принимать решение о переименовании. Я до голосования еще раз хочу остановиться и акцентировать. Уважаемые депутаты, уважаемые Коковчаки, уважаемые представители общественности, которые находятся в Коковчаке, я еще раз хочу напомнить, что не вы принимали данный закон. Его принято, готовная рада, и мы должны исполнить, как действующие законодательства, исполнять этот закон. И компетенция принятия решения ответственность закреплена. За советами, в течение полугода, в дальнейшем, в три месяца, в городских правах, в следующем правах. После трех месяцев из-за решения функции, глава государственной областной администрации. Вот такая эстафета в этом вопросе. То, что касается обсуждения с общественностью, я же вам уже сказал, что мы сегодня готовы по результатам исследования и всех вариантов предложения общественности, мы уже сегодня готовы голосовать за районы. И у нас есть к этому все возможности, но мы не принимаем это решение сегодня. Мы его обладаем для того, чтобы еще раз изучить данный вопрос. Сразу хочу также напомнить о том, что в бюджете города Хайкова в 2016 год мы должны будем смотреть финансированные с учетом изготовления новых обличий и так далее, и так далее, и так далее, чтобы люди не тратили деньги. И также мы должны провести большую относительную работу, потому что не надо переделывать документы, потому что эти документы, которые есть у многих людей, правоносанавливающие, и так далее, и так далее, они являются действительными. И самое последнее здесь прозвучало по поводу площади свободы, храмы и так далее, и так далее, я могу сказать однозначно, что на месте памятника Ленина не будет стоять уже понятно никакого монумента, никакого памятника. То, что касается площади и приведения архитектурного ансамбля в площади в современный европейский мир, у нас есть дочери, архитекторы, есть градостроительный совет. Мы подумаем, как правильно использовать данную возможность и благоустроить, и воссоздать здесь, в Байкове, на площади свободы, тот архитектурный ансамбль, который, как мы говорим, гордились бы и будущие поколения, и поколения при нас. Никаких там, извините, икон стоять не будет тоже. Сегодня это декорация, которая закрывает сегодня остатки от монумента Ленину, значит, и так, как было сваление без документов противозаконного и так далее, и так далее, оставляем это уже за скобками. Но я еще раз говорю, будем обсуждать этот вопрос и принимать консалитированные решения со всеми вытекающими отсюда решениями. Поэтому, уважаемые капитаты, я прошу радость, пожалуйста. Продолжение следует... Давайте, мы уже не будем мешать, пускай выступит Лято, давайте проголосуем, конечно, пускай выступит, чтобы уже не было никаких разговоров. Пожалуйста. Голосуем. Давайте предоставим слово, пусть скажут. Голосуем. Ну конечно, быстро, быстро, быстро говорите. Сейчас, Валерий Викторович, я вас прошу, давайте, спокойно. Не стоит, пожалуйста, мотивировал. Здравствуйте, товарищи институты. Прежде всего, хотелось бы сказать, что никогда не думал, что я расскажу, но в вопросе электронной площади свободы, я вам соревнования за Майя Дольковича. Теперь по поводу честности. Мы написали, читатом себя и отправили письмо на имя городского головы, на имя администрации корпуса. Продолжение следует, я вас хочу еще читать. Вопросы, я лиха прописаться для тех, которые уже были проголосованы, но, раз мы за участие в общественности, то я считаю, я принял это зачитать. Языком оригинала. Полутинно звернули. Харьковская грамманскость и депрошу естественно месикой радостью наступления. Это месикого головы Кернеса Геннадия Тотовича. Мы представленники харьковских грамманских проведений, и депутатов Кернеса Геннадия Тотовича. Еще представленники широкой среди конструктивной частины гражданского суспільства. Харьков. Продолжение следует. 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 На каждое обращение, соответственно, вы получите ответ компетентного представителя Харьковского городского совета. То, что касается включения представителей общественности в исполнку Харьковского городского совета. Данное решение принималось уже и принято решение сессии Харьковского городского совета. И представители общественности участвуют в количестве 11 человек из 21 городов, участвуют в работе исполнительного города Харьковского городского совета. Это такие фамилии, если вы не слышали, я повторю. Мы подходили к этому вопросу творчески и правильно, эффективно, чтобы все представители, которые сегодня умеют принимать решения, и готовы работать в исполнительных органах, чтобы они были всем приняты. И следующее, то, что касается переименования, переименования, еще раз прошу о представителе общественности. Рабочая группа, рабочая группа, вот так они в них, согласно закону о декоративном университете, и все созданы. Помимо этого, здесь депутаты Харьковского городского седьмого совета присутствуют изменения в другую группу под академическим вопросом, которая была создана при каденции шестого соседа. То есть, Харьковский городской голова воставляет эту академическую группу. Александр Николаевич Новым подготовит вам предложение. Вы внесете свои представительские фамилии, и мы продолжим здесь на сессии Харьковского городского совета. И такая же академическая группа будет работать и расплатывать вопросы, связанные с увекоменченными тем, и язык общественных людей. То, что касается сегодняшнего решения, мы сейчас его поставим на голосование, и я считаю, что это решение взбернуваемое. Наша задача теперь – обнести к людям. Не говорить к людям, что вот мы хотели так, а не сделали иначе. Это взбешенное, эффективное решение. Где работали полгода, полгода, не один день, а полгода работали. И предложили общественности провести общественные службы. Хотя они не предусмотрены законом, нету императивной нормой, обязывающей нас проводить общественные службы. Прошу депутатов определиться и проголосовать. Голосуем. Прошу депутатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо.